Ну, это хорошо известные вам кривые заболеваемости и смертности в Соединенных Штатах Америки. Я их просто привожу для того, чтобы вы вспомнили о вот этом пике заболеваемости в начале 90-х годов в Соединенных Штатах. И давайте сравним с тем, что происходит у нас в последние десятилетия. Мы, наверное, еще этого пика не достигли, но вы видите, какой идет значительный прирост заболеваемости. Рак предстоятельной железы занимает в России первое место по приросту показателя заболеваемости среди всех злокачественных новообразований мужчин. Так вот, мы к этому пику еще идем, и существенное число пациентов, у которых мы диагностируем впервые рак предстоятельной железы, это пациенты с раком, локализованным процессом низкого риска прогрессирования или даже клинически незначимым раком. Если говорить в целом, так философски, клинически незначимый рак – это процесс, который никогда в течение жизни мужчины не приведет к прогрессированию, к развитию симптомов и к смерти от рака предстоятельной железы. Но у нас нет, конечно, статистики. Мы не знаем, сколько больных клинически незначимым опухолевым процессом мы выявляем. Но если так вот примерно посмотреть, порядка 25 тысяч ежегодно мы выявляем, даже больше пациентов. И из них примерно 10 тысяч – это локализованный процесс. Я думаю, не менее тысячи-полутора больных. Это будут больные как раз вот группы клинически незначимого рака или рака с низким риском прогрессирования. И не только в Москве, в Москве, конечно, их большинство, но и во многих других регионах, где сегодня активно проводятся программы по скринингу и ранней диагностике, в Омской области, в Свердловской области, в Пензенской и в других регионах. Поэтому, а сколько больных мы с вами имеем в нашей практике, в которой мы проводим активное наблюдение? А сколько фокальную терапию? Еще меньше. Ниже нуля, так скажем. Поэтому вот эта проблема, конечно, она сегодня очень актуальна. И вот, по моим оценкам, с каждым годом будет актуализироваться все больше и больше. Мы знаем из эпидемиологических исследований, они были проведены еще в 80-х, 90-х годах прошлого века, что рак предстательной железы – это медленное прогрессирующее заболевание. Время от биологического, так скажем, возникновения опухоли до выявления рака при скрининге, порядка в среднем 12 лет, там 10-12. Время от выявления локализованного процесса до метастатического еще 10 лет. То есть это длительно протекающий такой хронический процесс. Конечно, внедрение ПСА-диагностики, как я уже сказал, привело к значимому увеличению клинически незначимого рака. Вот, собственно говоря, как раз вот этот период от выявления заболевания путем скрининга до клинических проявлений, как я уже сказал, он больше 10 лет, там в среднем 12-13 по разным оценкам составляет. Сколько от, извините, от появления опухолевой клетки до выявления, мы вообще не знаем, это десятилетия могут быть. Так вот, вот этот период, это и есть период так называемого клинически незначимого рака, который мы бы никогда не выявляли, если бы не внедряли диагностику, основанную на определении уровня парастатического специфического антигена. Конечно, я не буду повторяться о преимуществах ПСА-диагностики, о которых прекрасно только что нам сказала доктор Лоб, но и недостатки тоже она подчеркнула, и в первую очередь недостатками является, конечно, увеличение случаев клинически незначимого рака. Мы знаем об этих частоте встречаемости рака инцидентального, случайно выявленного, который не проявлялся при жизни и не проявляется при жизни мужчины. Во-первых, по данным аутопсийных наблюдений, конечно, до 50-70 случаев вскрытий у мужчин, умерших по другим причинам, при них выявляется рак предстоятельной железы, и вы видите, конечно, что частота выявления увеличивается с возрастом, безусловно. Кроме того, мы знаем, что после выполнения радикальной цистектемии у больных рака мочевого пузыря тоже достаточно большой, но по разным данным от 30 до 70%, это, наверное, больше зависит от того, как патоморфолог исследует предстоятельную железу. Но, тем не менее, посмотрите, это серии наблюдений, это две серии, это анализ публикаций, вот вы видите, какая высокая частота выявления рака предстоятельной железы, 30-35, иногда даже в некоторых публикациях до 54%. Причем из них у каждого пятого больного в среднем выявляется клинически значимый рак предстоятельной железы. Но у большинства, конечно, это тот рак, который, дальше я скажу, укладывается в определение клинически незначимого. Мы посмотрели у себя, благодаря помощи наших морфологов, которые долго сопротивлялись, но потом стали исследовать предстоятельную железу у больных рака мочевого пузыря. И вот 239 больных, у которых как раз предстоятельная железа была исследована после цистектомии по поводу рака мочевого пузыря. Вы видите, средний уровень маркера был всего лишь 2 у этих пациентов. Рак был выявлен в 21,7% случаев, то есть достаточно большая частота. Конечно, большей частью это был клинически незначимый рак. У 13% только мы выявляли рак или со степенью дифференцировки 7, там был 7, выше не было, или по глиссону, или с распространением на обе доли, или даже за пределы предстоятельной железы. По данным аутопсийных исследований, здесь просто более свежие работы, такие достаточно репрезентативные представлены. Часто все работы злоты, где, вы знаете, участвовали и наши клиники, российские, и североамериканские, и японские. Так вот, вы видите, что частота, опять же, инцидентального рака предстоятельной железы под этим аутопсийным сериям, она достаточно велика. Какие критерии клинически незначимого рака мы имеем сегодня до операции, то есть по данным клинических методов обследования, рутинных, подчеркну, методов обследования. Исторически наиболее ранние это критерии, это определение Эпштейна, критерии Эпштейна, но они и самые популярные были много лет. Вы знаете, что это клиническая стадия Т1С, учитывалась плотность ПСС, отношение уровня маркера к объему предстоятельной железы. Безусловно, необходимо было отсутствие градации 4 или 5 по глисону в биоптатах, ну и количество позитивных биоптатов меньше 2, при этом в каждом биоптате, не более 2, при этом в каждом биоптате не должно было быть, в каждом столбике более 50% рака по отношению к общей ткани. Скажем так, уже патологоанатомическое послеоперационное определение клинически незначимого рака, оно подразумевает определение общего объема опухоли. Долгое время мы ориентировались, что этот объем, ну вот клинически незначимый рак, не должен превышать половины кубического сантиметра. Сегодня уже рассматривается такой уровень, как 2,5 кубических сантиметра. Дифференцировка, безусловно, не должна превышать 6 баллов, то есть не должно быть градации 4 или 5 по глисону, и клиническая стадия, это патоморфологическая стадия ПТ2А, то есть опухоль занимает не более одной доли. В последующем было предложено множество других вариантов определения трактовки клинически незначимого опухолевого процесса в предстательной железе, вот наиболее некоторые из них представлены на этом слайде, они все примерно одинаковые. Подразумевается, ну только вот вы видите, в одном, по-моему, исследовании, в двух допускается наличие суммы глиссона 7 баллов, 3 плюс 4, в остальных, конечно, это глисон не больше 6, уровень PSA не более 10, как правило, только в одном критерии Марка Соловея меньше 15, но и клиническая стадия тоже, как правило, это поражение только одной доли. Очень важный параметр – это процент позитивных биоптатов. Для определения клинической незначимости, конечно, он должен быть не более 50%, а в большинстве определений не более 33%, или, ну когда мы выделали секстантную биопсию, не более двух столбиков. Сейчас это все-таки, учитывая, что мы делаем биопсию как минимум 12-точковой, и в большем количестве точек определяется процент позитивных биоптатов. К сожалению, вот эти критерии, они имеют, конечно, свои ограничения, и если сравнить соответствие предоперационных критериев с послеоперационными уже данными и понятием клинически незначимого рака, то вот в первой работе в 1998 году точность предсказания патоморфологически незначимого рака была 84%, однако в последующем, в исследовании тех же авторов, вы видите, уже снижение произошло до 80%, а вот в более поздних работах уже еще меньше прогностическая точность вот этих вот критериев, по которым мы выделяем клинически незначимый рак, была отмечена, видите, 76%, 24% была более низкая степень дифференцировки, и 8,3% уже местно распространенные опухоли, а еще в одном исследовании, вот вы видите, всего лишь 54% была предикторная предсказательная точность вот этих критериев Эпштейн при послеоперационном анализе. Ну, мы посмотрели на вот почти полутора тысячах простатэктомий, опять же, прогностическая значимость этих критериев, вернее, их точность, прогностическая точность, у 186 больных, которых мы прооперировали до операции, эти пациенты соответствовали критериям Эпштейн по клинической незначимости. По результатам гистологического исследования, вы видите, глисон 7 и больше был у 12 из этих процентов, биолобарное поражение было у 76%, и более того, местно распространенные опухоли у почти 13%, у 2% больных были метастазы в лимфатических узлах. Поэтому, к сожалению, когда мы с вами говорим о критериях, основанных на рутинных методах диагностики, критериях клинической незначимости процесса, мы можем ошибаться в очень существенной степени. Одним из вариантов повышения предсказательной точности критерия в клинической незначимой раке является расширение биопсии, то есть увеличение числа точек биопсий, и поэтому были исследования по как раз предикторной точности расширенной биопсии. К сожалению, тоже вы видите, они далеки от идеала, только у 44% больных был подтвержден после операции клинический незначимый рак. Тем не менее, сегодня я специально не буду говорить о методах лучевой диагностики, им будут посвящены следующие доклады, которые как раз и позволяют нам улучшить сертификацию больных с клинически значимым и незначимым раком. Тем не менее, если мы будем основываться на рутинных, применяемых в повседневной клинической практике предоперационных, ну или вообще диагностических методах, то на их основе даже создана номограмма, которая позволяет оценить вероятность оборонежения клинически незначимого рака при гистологическом исследовании. Вы видите, она основана на определении уровня ПСА, чем меньше уровень ПСА, тем больше баллов, тем больше вероятность клинически незначимого рака, клиническая стадия, первичный балл по глисону, вторичный балл по глисону, объем предстательной железы и объем опухолевой ткани и нормальной ткани в биоптатах. Ну и, соответственно, вы знаете, вот как суммируются баллы, проецируются на шкалу и вычисляется вероятность наличия клинически незначимого рака. Но тоже можно много говорить о номограммах. Мы часто очень о них обсуждаем, потом задаешь аудитории вопрос, а кто использует номограммы в своей рутинной практике? Как правило, там больше одной руки профессора Матвеева не поднимается, хотя тоже он не использует их. Итак, клинически незначимый рак. Какие здесь имеются сложности с этими больными? Как я уже сказал, что предикторная точность вот этих факторов прогноза, она не удовлетворяет нас. С другой стороны, учитывая низкий риск прогрессирования заболевания, мы всегда должны взвешивать. Все-таки, когда мы поставили этот диагноз, произошла гипердиагностика, и лечить больного не нужно. Или же мы можем и должны лечить этого больного, потому что мы таким образом уменьшим вероятность все-таки его смерти от рака предстоятельной железы. Позвольте привести несколько исследований. Они достаточно тоже уже известны и проведены были давно, еще даже в эпоху до PSA-скрининга. Эти исследования по тактике динамического наблюдения, раньше называли тщательное наблюдение, динамическое наблюдение, отсроченное лечение, вы знаете эти варианты. Так вот, это хорошо известное исследование Альберсен, или коннектиковское исследование, которое показало, что при высокой степени дифференцировки, в частности меньше 5, но вы знаете, тогда ставили еще и даже и 3, и 4 балла, сейчас мы уже не ставим, тем не менее, не более 5 баллов, вы видите, риск смерти от рака предстоятельной железы без лечения составляет 6-11%, в зависимости от того, просто в каком возрасте начинали за мужчиной наблюдать. Если в более молодом более высокий риск, в более пожилом менее высокий риск смерти. А если стратифицировать, как бы универсализировать, что ли, вот эту опухоль специфическую смертность, если предположить, что все больные проживут 15 лет, то в среднем 14%. Видите, при 6 баллов выше уже 18-30 риск смерти или 44%. Но, уважаемые коллеги, мы с вами должны помнить, что те 6 баллов, которые были тогда, это не те 6 баллов, которые сегодня, потому что тогда не учитывался наиболее низкодифференцированный грейд. Предположим, 5% опухолевой ткани, 3 плюс 3, а 5% 4. Это уже не 6, а 7 баллов. Большинство тех больных, которые тогда расценивались как 6, сегодня расцениваются как 7 баллов. Поэтому считайте, что вот эти пациенты, многие из них, это больные с низкодифференцированным раком. И тем не менее, вы видите, вероятность смерти без лечения у этих пациентов не так уж и велика. Здесь представлены те исследования, не рандомизированные, которые были посвящены изучению эффективности тактики динамического наблюдения или отсроченного лечения у больных раком предстоятельной железы, наиболее крупные из них. Приведены, извините, критерии включения больных в эти исследования, но они такие же. Это критерии клинически незначимого рака или, скажем так, рака с низким риском прогрессирования. Это галисон, как правило, не больше 6, и ПСА не больше 10, и клиническая стадия не более Т2А. Естественно, также процент позитивных биоптатов небольшой. Ну и вот, посмотрите результаты выживаемости. Это, еще раз говорю, неконтролируемые, несравнительные исследования. Тем не менее, результаты выживаемости у больных при применении тактики динамического или активного наблюдения. Общая выживаемость, вы видите, не меньше, как правило, 90%, а опухолевоспецифическая 10-летняя выживаемость практически во всех исследованиях приближается к 100%. То есть очень маленький процент больных в этих когортах умирал от рака предстоятельной железы. Но наиболее, конечно, в данном случае репрезентативное исследование Торонто, торонтское исследование, которое, вы видите, период наблюдения был 82 месяца. Ну и два слова скажу о рандомизированных исследованиях. Одно из первых рандомизированных исследований по сравнению тактики отсроченного лечения динамического наблюдения по сравнению с простатоктомией. Это было скандинавское исследование. И вы знаете, что это исследование показало снижение опухолевоспецифической смертности при применении радикальной простатоктомии примерно на 6%. Но также снижение было общей смертности. Но вы видите, что разница невелика при среднем периоде наблюдения 13 лет. В то же время это исследование начиналось также еще в эпоху до эры скрининга на основании определения с простатического специфического антигена. И большинство этих пациентов были больные с клинически значимым, и не просто клинически значимым, это больные уже были с симптомным раком предстоятельной железы. Поэтому это совершенно не так агорта больных, которые были, скажем, в исследованиях по активному наблюдению в предыдущей таблице, которую я вам показывал, это были больные значительно более распространенными формами рака предстоятельной железы. А вот более современные исследования по также сравнению консервативной тактики и радикальной простатоктомии, вернее, не только радикальной простатоктомии, извините, это исследование ПИВОТ. Вот вы видите, что здесь уже непальпируемые опухоли определялись у 50%, у каждого второго больного, тогда как в скандинавском исследовании только у 12%, и при медиане наблюдения 10 лет достоверных различий как в общей, так и в опухолево-специфической, раково-специфической смертности в этих группах больных, которым выполняли простатоктомию и которым проводили тактику отсроченного лечения, разницы не наблюдалось. Различия наблюдались только при стратификации больных. Радикальная простатоктомия вела к увеличению выживаемости, извините, к снижению смертности от рака предстоятельной железы в подгруппах больных с более высоким уровнем PSA и с низкодифференцированным раком. То есть больных уже с так называемым промежуточным прогнозом. У них действительно удавалось достигать преимуществ в снижении смертности при выполнении хирургического лечения. В общей группе больных, еще раз повторюсь, обратите внимание, такого преимущества достигнуто не было. Сегодня идут еще два, вернее даже три крупных исследования. Вот одно из них исследование PROTECT. Дальше еще, я скажу, еще два исследования по сравнению активного лечения и динамического наблюдения. Мы ожидаем результатов этого исследования. Но уже сегодня, опять же, существуют так называемые, существуют номограммы, основанные на определении, опять же, рутинных прогностических факторов, которые позволяют оценить выживаемость больных, то есть продолжительность жизни больных при проведении тактики отсроченного лечения. И, конечно, я просто один слайд, я не буду говорить подробно, этому будет посвящена лекция профессора Лолб, но, тем не менее, безусловно, для лучшей стратификации больных на активное наблюдение, на динамическое наблюдение, необходимо использование различных биологических маркеров. Их достаточно много, в том числе, это и белковые маркеры, и иммуногистохимические, и генетические маркеры. Мы с вами вместе занимались несколько лет назад поиском и оценкой значимости этих маркеров. Я знаю, что и вы продолжаете заниматься, и мы сегодня. Поэтому это, конечно, очень важно. И вот те два исследования, еще два крупных старта при АСС, которые идут, результаты которых мы ожидаем, которые, может быть, расставят уже окончательные точки над И, по поводу, все-таки, кого лечить, кого нет, и в каких ситуациях. Но в заключении мне хочется сказать, что, безусловно, внедрение диагностики на основании уровня, определение уровня ПСА привело к существенному увеличению частоты клинически незначимого рака. И факторы, извините, которые мы используем сегодня в нашей рутинной практике для выделения этой группы больных, к сожалению, обладают недостаточной предиктивной точностью. Необходим поиск новых факторов прогноза, основанных на методах лучевой диагностики и биологических маркерах. И, безусловно, у больных клинически незначимым раком возможно проведение отсрочного лечения. Более того, это лечение в большинстве случаев является методом выбора. И, конечно, у пациентов с ожидаемой продолжительностью жизни менее 10 лет, более пожилых, эти преимущества, я имею в виду от тактики консервативно выраженной, наиболее ясно. Благодарю вас за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok